Данный отчет подготовлен на основе анализа деятельности министерства за три года. Он, соответственно, проведен анализ, предшествующий трехлеткой. Основной отчет состоит из четырех разделов. Он сегодня выставлен для публичного обсуждения на сайте Минимущества. Он также обсужден на Совете, в Общественном Совете при Министерстве. Сегодня, говоря уже конкретно о деятельности министерства, хочется остановиться в начале о деятельности нашего Министерства по обеспечению учета. Соответственно, без полного учета невозможно использовать эффективное имущество, государственное имущество. На сегодняшний день пересмотрены все основные положения, регулирующие механизм, регулирующий порядок учета государственного имущества. Он стал более пообъектным и более детальным. Кроме того, в Министерстве за последние три года проведена серьезная работа по обеспечению регистрации собственности на объекты капитального строительства, которые были построены ранее, введены в эксплуатацию, но должным образом не была проведена регистрация. И уровень актуализации реестра достиг 95%, что два раза превышает уровня 2008 года. Что касается деятельности государственных учреждений, то последние три года была проведена серьезная реформа. Были пересмотрены все нормативно-правовые акты, регулирующие их деятельность. Изменили свой тип в 2011 году 1502 учреждений. Из них 83% – это муниципальные учреждения. Расширение имущественных прав учреждений позволило увеличить им доходы более чем в три раза. Данный показатель по итогам прошлого года составил 2,5 млрд рублей. Что касается деятельности государственных предприятий, хочется привести два основных показателя, которые характеризуют деятельность. Первый – это чистая прибыль на одного предприятия. Второй – это выручка на одного работника. Данные показатели за последние три года также выросли. По итогам прошлого года чистая прибыль на одно предприятие выросла 1,8 раза по сравнению с 2008 годом. А выручка на одного работника – 1,6 раза. Данная эффективность, данные результаты достигнутся за счет совершенства нормативных правовых актов, которые регулируют их деятельность. Утверждены постановления Кабинета министров, порядок, разработки, стратегии госпредприятий, также программы их деятельности. Предусмотрено проведение аттестации руководителей госпредприятий. Пересмотрены трудовые отношения с ними. На сегодняшний день все руководители государственных предприятий заключают эффективные трудовые договора. И ряд других нормативных правовых актов, которые как раз позволяют провести постоянный мониторинг деятельности данных предприятий. Аналогичная работа была проведена в отношении акционерных обществ. Здесь тоже хочу привести несколько показателей. Проведенная работа позволила увеличить долю прибыльных акционерных обществ по сравнению с 2008 годом. А также более чем в два раза увеличилась дивиденда на одно акционерное общество, которое выплачивается в бюджет. С 2011 года министерство выполняет функции продавца государственного имущества. Ранее эти функции выполняло специализированное государственное учреждение фонда имущества Чувашин. С момента проведения данной работы министерством, то есть за последние три года, увеличилось количество проводимых торгов на 30%. Кроме того, была проведена масштабная работа по информационному сопровождению и исполнению прогнозного плана приватизации. Это позволило нам увеличить количество участников на торгах. На сегодняшний день среднее количество участников на торгах – это три человека. А если смотреть средний показатель по Российской Федерации, по данным Минэкономразбития России, данный показатель составит 1,06. Ну, соответственно, конечно, это позволило нам увеличить и результативность продаж, и эффективность продаж. Эффективность продаж за последние три года составила 128 миллионов рублей. А если посмотреть показатель предшествующей трехлетки, то не было никакой эффективности. Более того, имущество было продано ниже на 61 миллион рублей, чем первоначальная стоимость. Основная доля в доходах – это доходы от аренды. Их доля составляет 25%. Здесь, что касается проведения работ по предоставлению в аренду государственного имущества и земельных участков, тоже проведена очень серьезная работа. Утверждены нормативные правовые акты, в соответствии с которым предоставление государственного имущества и земельных участков только по рыночной оценке. И предоставление имущества свободных от застройки земельных участков только на аукционах. Кроме того, предусмотрено нормативными правовыми актами Кабинета Министров Чувашской Республики возможность контроля за телевым использованием и эффективным использованием. За несвоей времени освоение земельных участков предусмотрено увеличение арендных потяжей. Соответственно, вся проведенная работа позволила нам увеличить эффективность арендных отношений. Она увеличилась, составила дополнительные деньги, получили за счет эффективности 44 миллиона рублей за последние три года. Если предшествующей трехлетке, данный показатель составил 14 миллионов рублей. Всего доходы от аренды увеличились на более чем 10%. Редактор субтитров А.Семкин